друзья всем привет поговорим сегодня про эпоксидную затирку да уже сотни роликов выложено но тем не менее всегда есть вопросы пишет мне коллега недавно посмотрел кучу роликов не могу понять как затирать один одно говорит 2 другое один говорит сразу целлюлозную губ 2 меламиновую третий сменный блок кто-то вообще без губки затирает друзья это нормально я вам сразу скажу потому что методик очень много и мне честно говоря смешно бывает когда я выложу от один из вариантов как мы затираем и сразу набегает комментаторы а вот надо так а вот надо так друзья и так можно и так можно что важно важен результат покажите результат вот этой будет показатель а как вы это сделали да пожалуйста со скотчем без скотча то есть сперва сменный блок потом целлюлозная губка или вообще без губки то есть просто тряпочка да есть такие ребята которые так и затирает но друзья не в этом суть все это определяется вся эта методика определяется либо конкретно мастером либо конкретно облицовочным материалом потому что ну крупный формат глянцевый это один подход мелкий формат и какой-нибудь допустим матовые шершавый это другой подход совершенно разный подход будет к формированию шов поэтому это нормально друзья то есть но здесь решает практика когда вы с этой плитой работали с этой плитой у вас ну уже бывает интуитивно ты смотришь даже не вникаешь и уже понимаешь как нужно действовать двигаться так друзья пойдем по вопросам обещал ответить сделать скриншоты вопросов давайте по порядку основную затирку и формирование углов в один день делаете или разделяете поэтапно сразу скажу гораздо удобнее конечно в разные дни делать то есть речь идет про наружные углы и про межпиточные швы если есть такая возможность и если есть чем заниматься то есть не просто там нанести наружный угол и сидеть ждать смотреть сделать лучше в разные дни и но практикую по-разному бывает и все делаю в один день да надо немножко аккуратнее потому что ты нанес наружный угол потом нанес затирку в швы когда замываешь замываешь основную плитку не посбивать наружные углы аккуратненько нужно поэтому все здесь тоже индивидуально когда перестанешь щеки с глазами затирать пальцами вот так делаю иногда отучаюсь друзья отучаюсь стараясь работать и глаза и щеки не трогать эпоксидку на маленькую плитку как можно и быстро качественно чем замыть лучше вот что касается маленькой плитки это касается и мозаики тоже и маленьких форматов мы когда наносите эпоксидку швы у вас вся плита запачкан что касается маленькой плитки там действительно удобно взять сменный блок из фиброволокна сперва а потом проходить финально очищать уже целлюлозной губкой если эпоксидная затирка осталось не смыто спустя месяц пропустил не заметил чем можно убрать тут только механически вряд ли какая-то химия вот ну если там действительно какой-то слой эпоксида остался вряд ли какая-то химия его разъезд либо применить нагревание то есть при помощи строительного фена разогреваем также мы удаляем эпоксидную затирку из швов если нужно демонтировать нагреваем и острым лезвием вырезаем на вкус не пробовал нет не пробовал эпоксидку на вкус друзья хотя может случайно где-то и мог цепану что скажете про маппей маппей хорошая затирка такая же как керакол и летокол и что там еще мы пользуемся мы маппей не пользуемся но один раз я или два применял и в своей работе вроде неплохая каким материалом лучше формировать внешние углы таким материалом ну вот вышеперечисленные производители вот их затирка точно подходит почему не ждете когда схватится сразу замываете так когда мы начинаем затирать опять же друзья здесь все тоже по ситуации тоже по-разному потому что методика разная бывает есть смысл нанести затирку оставить на полчаса потом начать замывать если шов маленький принципе мы позволяем себе сразу замывать прям пять минут поработали нанесли и уже можем брать мочалочку и начинают замывать если швы большие однозначно нужно подождать чтобы затирка начала густеть для того чтобы не вымывать шов почему не диамант не знаю друзья ну я не то чтобы топлю здесь за какой-то бренд конкретный вот нам понравился тот же кираков все мы им работать а я не говорю что там лучше хуже он классный классно минимальная фракция у него для эпоксидной затирки если сравнивать с другим в работе комфортная то есть консистенция густота все это очень комфортно и все то есть я не может и диамант почему может и остановить это нет еще что то есть пожалуйста между плиткой и стальным трапом что рекомендуешь затирка или силикон вот это очень такой вопрос спорные друзья и я щас если скажу что по технологии силикон налетят и скажут да какой силикон силикон недолговечный скажу что эпоксидная затирка налетят и скажут ты чё это же примыкание пластика и плитки только силиконом короче друзья я делаю эпоксидной затиркой вот все примыкания с трапами эпоксидной затирки я считаю что этот трап никуда не денется он там не сжимается не расширяется никаких проблем вот считаю это самое надежное решение эпоксидной затиркой затерли мазали все хорошо затирая внешний угол одна из плит съемная как затереть чтобы разделить потом этот угол ой я так не делал делать не планирую я стараюсь все таки чтобы плюк люк под плитку не приходил на наружный угол да и понимает а может быть нужно сделать дополнить дополнительный шов пострадает немножко эстетика ну и что практичность здесь я считаю на первом месте но чтобы разделить этот угол ну можно попробовать наклеить скотч на вторую сторону плиты может там чего вазелин ну вазелин она так себе будет попробовать через скотч сделать привет данил какая толщина плитки как глубоко забиваешь швы на последнем объекте толщина плитки было 11 миллиметров я честно говоря не вскрывал не смотрел куда там затирка заходит но если качественно заполнять у меня практически до самого дна доползает приходилось иногда демонтировать свою работу по каким-то причинам и ты видишь что заполнение действительно там почти до основания плиты это хорошо потому что когда мы после того как замыли шов там проходит час может быть по-разному по ситуации полтора мы хотим немножко пройтись пальчиками под загладить швы вот когда шов заполнен будем заглаживать она не провалится внутрь какую затирку лучше использовать для швов на полу какую у нас у нас кто-то задавал вопрос кстати как часто у вас эпоксидную затирку просят вместо цементной ну вот в том городе регионе где мы работаем здесь москва область но у нас даже речи нет про цемент никто не спрашивает может цемент если по то был какой-нибудь торговый центр магазин большой площади там вопрос могли бы задать однозначно ну на таких объемах как санузлы особо вопрос не задают то есть эпоксидка лучше лучше по многим параметрам да но все как бы на этом не экономит можно ли эпоксидную затирку наносить в качестве финишного слоя поверх цементной но я бы не советовал если там конечно цементная где-то находится но ниже скажем середины то по толщине плиты на то пожалуйста забивать но если там просто канавкой вы хотите сверху тонким слоем это все эксперименты будут друзья я бы советовал демонтировать цементную и нормально переделать если это речь идет про переделку где федор где федор сейчас федор инструмент раскладывает стерлаж поставил разложил инструменте все готовимся готовимся к работе губку с водой или с мыльной нет просто вода хотя позвонил мне подписчик с краснодара или сочи короче туда где-то с юга говорит типа я твой подписчик с youtube осмотрю как вы мучаетесь эпоксидной затиркой посоветовал добавлять фэри какой-то прозрачный ферри ведерко с водой именно в тот день когда замываешь но я говорю хорошо попробуем конечно но я бы не рекомендовал делать так с белыми с белым цветом затирки то есть вот очень они капризные чтобы как как бы не было желтизны на ней потом но попробовать стоит чем разбавить эпоксидную затирку для того чтобы глубже в швы зашла ничем не нужно разбавлять просто так с нормальным уверенным усилием заталкиваете в шов сколько она туда туда зашла вот и то есть норма не надо одному сердце я знаю кто-то там вода разбавлял ну что-то как-то мне такие эксперименты не очень нравится ну если кто-то хочет пожалуйста добавляйте воду можете отвердителя добавить но добавите отвердителя может может долго заставать или вообще не застыть и набрать прочность если белые швы поможет ли эпоксидка от их загрязнения ну белая эпоксидная затирка тоже загрязняется но очищается она гораздо лучше чем цемент в общем разница а так то она тоже забивается грязью особенно если там такая зернистая какая-нибудь по производителю смотрите столько сколько стоит квадратный метр затирки зависит от размера вообще от 1200 сейчас у нас эпоксидная затирка чем чем меньше плитка тем дороже с мозаика тысячи две на нас стоит вот такие цены плюс-минус надо смотреть тоже зависит от объема в целом от объема и от размера плитки лучший вариант меламиновой губкой сразу замывать верно тоже не могу сказать вот наверняка пробовали меламиновой губкой вопрос спорный потом пальчиком пригладишь в целом что-то получается примерно одно на одно тот же результат с мелами с мелами новой губкой вот эта маленькая там возился возился или взял там сразу большую губку и легче быстрее как сделать затирку чтобы она не проседала вот всех волнует чтобы затирка не проседала понимать вот я считаю это нормальная канавка затиркает ну это ее нормальное состояние как ее можно загладить чтобы она не была команда все остальное это такое задротство друзья там проклеить скотч нанести подождать чтобы она там под застыла да это все можно делать это надо кому-то вообще конечно я против там когда ну там прям глубокая канава образуется 2 миллиметра да ну минимальная канавка я считаю это нормально а вот требовать чтобы запрям за подлицо было для меня это бред вот хотя если такой запрос есть я могу постараться могу сделать но не знаю готова заплатить там 3000 за квадрат чтоб я возился там каждым сантиметром в общем ну требования за затирки за подлицо это не совсем адекватно на самом деле требование поэтому считаем нормальным это небольшая канавка небольшая но отвечая на вопрос как сделать чтобы она не проседала нужно дождаться ее дождаться того чтобы она начала твердеть то есть когда может твердеет вы можете аккуратненько замывать и она не будет проседать делали уже много экспериментов честно говоря возились там со скотчем с милыми губками аккуратненько и кусочек пеноплекса замывали где-то даже в ленте есть так то конечно суета чем смываете на следующий день и вот опять возвращаемся к вопросу ацетон используемых для последних полтора-два года но очень не нравится это решение что начала вникать в эту тему есть так каждых три недели дышать ацетоном боюсь легкие не отлетели и еще что-нибудь поэтому сейчас но это крайний такой метод вот на текущий объект попробуем взять что-то такое специальное и дорогое поделюсь обязательно потом результатами чем смешать цементную цементную затирку можно затворять водой но гораздо она более прочные и если замешивать ее затворять на латекс многих производителей производителей есть специальный латекс для затворения затирки там сразу повышается все свойства вопросов нет все круто спасибо что то есть интересный контент спасибо возможно ли красиво затереть цементной затиркой заусовку по 45 до возможно делая наружные углы из цементной затирки ну такой интересный был опыт там свои тонкости я даже сейчас и не вспомню тоже мы наносим выдерживаем лезвием поправляем может быть даже наждачки подшлифовывал что-то такое но тоже выглядит достаточно мило здравствуйте какой лучше использовать для тушевой кабины лучше эпоксидную если цементную обязательно затворяйте на латексе как ее смывать потом если строители плохо смыли или удалить как при необходимости про удаление говорил про разводы значит если уже месяц прошел после затирки а у вас еще разводы на стене как у нас на одном объекте мы смотрим что за желтые пятна вся плитка в желтых пятна мастера которые у нас работали мы там на переделки были видно что плохо смыли и все вот эти разводы они еще пожелтели здесь только специальное средство специальные средства для удаления эпоксидной затирки набрызгиваем накрываем пленку оставляем на полчаса час ну потому что если мы не накроем пленкой на брызгаем средства испариться все 0 эффекта нужно чтобы средства работала подействовала накрыли пленкой ушли через полчаса час пришли подняли и механически смываем только так других вариантов нет шпатель не царапать плитка друзья кстати федора что-то нравится обычным металлическим шпателем затирает но как бы мы тоже по ситуации смотрим если это будет глянцевая плита мы конечно себе не позволим такой роскоши и бездумно просто брать и затирать металлическим шпателем поэтому мы смотрим по плите если плитка позволяют и ерзать в ней металлическим шпателем и там не будет ни следа когда можем так делать если нет берем какой-то пластиковый резиновый подскажите пожалуйста бежевая затирка эпоксидная пошла темными пятнами без понятия может быть не высохший клей влага и начала выходить может еще и там ржавчина какая-нибудь маяки может быть под плиткой начали ржаветь влага попала под плитку сложно сказать привет люк скрытого монтажа затираете если дату чем но я последнее время отговариваю от герметизации на люков под плитку такая суета тоже почему потому что ну во первых очень сильно надо повозиться чтобы красиво это сделать во вторых это не сильно практично то есть если это люк который один раз открыли закрыли за год можно сделать если его время от времени нужно будет открывать то этот силикон на швах он отвалится потом у вас будет такая сопля висеть придется через полтора года звать опять мастера с правилом это в общем я не очень позитивно отношусь к силикона но запросы бывают приходится выкручиваться скажем так скажите пожалуйста как очистить белые швы эпоксидной затирки желтеют серии если это просто грязь какая-то то этот как его не отпариватель парочиститель вот очень хорошо парочиститель помогает проходим если надо со средством каким-то щеточкой кстати в крайнем случае там пишут желтеет может быть придется и действительно специальное средство для эпоксидной затирки использовать тоже нанести подождать и механические со щеткой помыть все сверху еще парочиститель не будет вообще гоня но это не точно потому что бывает что затирка пожелтела она всю толщину шва и и уже никак не помочь на формирование 45 углов работа без перчаток тогда аллергия проявляется мы одеваем перчатки а чё делать если сильная аллергия при работе с эпоксидной ну друзья у меня нет реакции на эпоксидной если было бы я перчатки одевал так давалось без перчаток в целом конечно лучше защищать руки это не вопрос это я не знаю все по всем понятно в очках нужно работать там слух защищать наушники головной убор да то есть волосы но понятно я вижу как вы работаете вы видите как я работал где-то где-то иногда забиваем чуть-чуть на это все кладем так сказать забиваем просто поэтому смотрите сами есть проблема надо защищаться значит так ну все друзья